Всем холло народ, с вами снова я Молтор, и сегодня с разрешения Кримзона я пройду террорию за боссов с оружием в 10 раз быстрее. Думаю, что это будет интересно, так что смотрите от начала и до конца, ну а я начинаю. Перед началом хочу заявить, что работу над следующим челленджем я начну только тогда, когда на моём канале будет 11 тысяч подписчиков. Итак, какой принцип этого челленджа? С самого начала я становлюсь боссом Королей Слизней, а дальше я перевоплощаюсь в боссы, которого побеждаю, например, Глазом Ктулху после победы над ним. При этом, если я буду побеждать боссы на порядок ниже, например, Рыброна после Мунлорда, мне этим боссом не нужно становиться. Также, если есть возможность, нужно использовать оружие, связанное с тем боссом, кем вы являетесь. Ещё я добавил Каламити, чтобы было немного интереснее играть. Ну а если вы хотите весь Каламити полностью с х10 урона, то нужно будет набрать 20 тысяч подписчиков, и я незамедлительно побегу это записывать. Пока я болтал, я успел изрядно побегать по миру. В первую очередь, мне необходимо создать или найти призывалку Глаза Ктулху, чтобы стать следующим боссом. Ну наконец-то, последние линзы. Давайте же попробуем победить Глаз за остаток ночи. Да блин, ждать теперь следующую ночь. Глаз Ктулху, погнали! Глаз Ктулху повержен, и теперь я стал им. Кстати, каждый босс имеет свои особенности. Например, король слизней умеет призывать больше питомцев, а также слизни его не трогают, и можно прыгать на врагов, чтобы наносить им урон. Глаз Ктулху, в свою очередь, умеет делать рывок, и с понижением хп получает различные особенности, которые мы не успеем посмотреть, так как я уже погнал на пожирателя миров. Глаз Ктулху, погнал на пожирателя миров. Глаз Ктулху, погнал на пожирателя миров. Отлично, теперь я пожиратель миров, и теперь, когда я буду получать урон, из меня будут вылетать мини-пожиратели, которые к тому же имеют самонаводку. И чтобы не терять много времени, сразу же иду в джунгли, на пчелу. Скелетрона я решил пропустить, так как способности пчелы и пчелиного оружия лучше, чем у скелетрона. Пчела побеждена, и что хорошо, из нее сразу же есть лук. Теперь я могу выпускать своих пчел при нанесении урона. Давайте закупимся стрелами для лука, и будем готовиться к стене плоти. Теперь погнали спускаться в ад и лутаться. Армия гоблинов. Чет не вовремя как-то. Ебать, что происходит? Почему так много демонов вуду? Ладно, начинаем. Стена плоти повержена. Теперь же у меня, во-первых, начался хардмод, а во-вторых, у меня стало почти 1000 хп, но при этом я постоянно получаю урон и не могу хилиться. И так будет происходить, пока я не одолею всех трех механиков. Хреново, ну что поделать. Благо, у меня есть НПС, которые могут продать все необходимое для призывалок, кроме костей, ведь скелетрон еще не побежден. Попробуем завалить близнецов. Да, чё-то тухловато как-то. Надо хотя бы крылья получить. Ладно, еще же уничтожитель есть. Погнали. Соник Херос Соник Херос Соник Херос Find you, can find you, defying your brain Соник Херос Соник Херос Setting the stakes for a hero's release Соник Херос Мда, уж больше никогда не буду его убивать настолько уюбительным оружием. Самое время купить кристальных пуль. Теперь идем искать волшебника. Супер, хрустальный шар у меня, а это значит, теперь я могу скрафтить мешок кристальных пуль и слетать на острова. О, виверна. Так, ну дальше мне фармить немного лень, поэтому попробую купить все необходимое. В принципе, мне хватило, вот и крылья. Ждем ночи. Мне необходимо победить скелетрона ради костей и оставшихся механиков, так что начнем уже. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok И, наконец, я становлюсь механиком. Теперь при атаках я иногда буду выпускать лазеры и проклятые огни, а при соприкосновении с водой я буду получать урон. Следующая по списку плантера, так что покупаем пушку получше и идем фармить призывалку. Каламити позволяет нам немного пофармить мобов джунглей и эссенции света и тьмы, чтобы не искать часами бутон. Отлично, призвалка у меня, погнали. Да, блядь, зря я с этой пушкой без арены пошел. Крафтим ониксовый бластер. Добавил субтитры сделал DimaTorzok Так, я улучшил арену таким образом, чтобы шарики падали вниз и не доставали до меня. А также взял и хоровые пули. Теперь, думаю, разнесу ее. Плантера побеждена, но перед воплощением хочу ее немного пофармить, чтобы выбить что-то получше. Мда, отчет не вводит ничего крутого. Ну тогда ждем дня и закупаемся ракетами, буду гранатометом пользоваться. Плантера, в свою очередь, может выпускать лепестки при нанесении урона, а также при каких-то условиях переходить во вторую фазу. И если честно, я так и не понял, что это мне дает, лучше пойдем на голема. Что? Я слил голему? Какой пиздец, будем пробовать снова. Фух, наконец-то все получилось, его я также буду фармить. Ладно, ничего интересного не выпало, теперь я голем, и у меня есть два режима. Не знаю, какие у них условия, но в красном я очень слабый, а в желтом все в порядке. Также я при нанесении урона стреляю желтым лазером, как голем. На культиста я возьму снайперку и хлорофитовые пули. Культист повержен. Я забыл превратиться в него и успел уже убить одну башню, надеюсь вы мне это простите. Из мобов башни выпадают какие-то каламитовские штуки, объединив которые с каким-то еще каламитовским хламом, мы сможем получить еще какие-то штуки и из 15 сделать прикольный меч с самонаводящимся снарядами. А еще я теперь культист и для меня не дошло, что он делает, так что напишите об этом в комментарии, если знаете. Добиваем последние башни и сливаем мунбол. Думаю, наверное, не стоит далеко отходить от моей сестры. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Да уж, это было сложно и пришлось потратить кучу денег. Но по итогу теперь я прошел игру и стал мунлордом. Он умеет свободно двигаться, по воздуху, в любом направлении, но это уже не важно, ведь видео подошло к концу. Пользуйтесь этим лайфхаком, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ведь следующий челлендж будет только на 11 тысяч подписчиков. Всем удачи и адьос! На одной из наших улиц был веселый дом Там раскручивая пленки, бил магнитополь Жизнь и радостный шокеек улыбался... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!